Приветствую вас, друзья! Частенько, играя в The Long Dark, я ругаюсь на персонажа, когда он вроде бы с полным набором для розжига костра не может развести огонь с первого раза. И тут я решил попробовать, а легко ли это на самом деле развести огонь в условиях зимы, сугробов и имея минимум подручных средств и немножко опыта кухонного выживания. Представляю вашему вниманию наше небольшое приключение. Видео не является гайдом или учебным пособием, но, быть может, донесет некоторую полезную информацию. Сейчас вот так вот. Так, добрый день, друзья! Я друг Арстения, вы же Вастера. Мы для канала шпишем, да? Да, но я потом посмотрю, куда что встать. Я что хочу сказать, друзья, мы едем сейчас по заранку, сейчас 5 утра на часах, мы едем в лес рубить деревья, разжигать для вас костры, делать контент, чтобы вы знали, что... Пара нет. Будем лопатой рубить. В смысле, ты серьезно? Да. Пипец какой-то. Вот. Ну, короче, будем рубить, пилить, грызть зубами дерево, чтобы для вас, короче, делать контент. Мы налутали ножовку и лопатку. Вот, как видите, сейчас 3 утра, светает. Вот видите, на часах там. Да. Силон 3 утра. 2.483. Просто у нас белая ночь. Белая ночь. Пару слов о предстоящих мероприятиях. У нас... Мы налутали ножовку, мы налутали лопату, топора нет. Поэтому разводить костер будем с помощью ножовки и лопаты. Александр, передайте привет этому миру. Пись, пись, чувак. В общем, мы проникаем в лес все глубже и глубже, в лес. Да, мы уже потерялись. Почти что потерялись, короче. Ходим по собачьим следам. Или по волчьим, пока непонятно. Или по молодым медведям ходим. По молодым... Нет, мишки не так. Да. В общем, короче, скоро найдем место, где развести костерок. У нас будет лопата и пила, и прямые руки. И я думаю, у нас все получится. Оль, сними вокруг лес, чтобы все видели, что это рили лес. Что это... Лыжню не снимай, пожалуйста. Ладно, мы уходим от лыжни. Тут здесь какие-то бешеные лыжники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы заметили следы мышки и саму мышку. Идем на ход. Вступайте, мужчины. С Богом. Малюсенькие следы. Она побежала куда-то под дерево. Да. Не топчи, не топчи. И что не топтать-то? Следы, следы. Все равно на камерах не будет видно. Смотри, смотри, сколько много маленьких следов. Похоже, там где-то она убитая. Мне показалось, она побежала куда-то вот сюда. Какая-то сюда же вижу. Видишь? Нет, мышку... Ой, не убивай! Нет, мне показалось. Это не норка была. Просто был... На, подержи пилу. Просто было какое-то углубление. Вон, смотри. А, нет, пенечку нет следов. Вон, тот пенечек был бы неплохой. А, все, вижу. Вот ее нора. Смотри. Вон она. Все следы туда ведут. И прям видишь, это протоптана. И сейчас она как выскочит. Не рушь, не надо. Полевка. А он тоже у нее похудел. Там что-то есть. Где? Нерест. У нее там нерест. Посмотри, как сезонка. Я тебе говорю, мышиная поляна. Богато, богато. Богато мышами эта поляна. Так. Ну и что, мы вроде бы нашли приличное место. Приличное место, где можно развести костерок. Это вот этот пятачок. Так. Олька, ты стоишь на месте костра. Где-то здесь по центру. Для начала. Все, пошел гайд. Ты снимаешь, Оль? Да. Пошел гайд. Сань, ты куда пошел? Смотрю, где он. Ты думаешь найти ее детенышей и сожрать? В общем, пошел гайд. Для начала, как мне кажется. Готовь. Да, для начала надо разгрести. До землицы. До землицы, матушки. Разгрести снег. А можешь мне под ногами разгрести, а? Честно, нет. Чтобы не холодно было. В общем, сначала надо разгрести, чтобы когда... Как мне кажется. Я вот, честно говоря... Оль, ну ты... Когда... Ну, не готовился, не смотрел на каких гайдов. Ты, Саня, смотрел какие-нибудь гайды? Нет. Нет, я тоже не смотрел. Все, в общем, на логику. Работа на логику. То есть, соответственно, надо снег убрать. Раньше, когда вы летом разводите, надо убирать вокруг листву, а здесь надо убирать вокруг снега. Итак, мы расчистили от снега. Теперь самое главное, не имея бумаги, сначала попробуем, а потом уже с бумагой. Значит, надо найти сухое. Соответственно, сухое не будет лежать на земле. Поэтому мы будем искать какие-нибудь сухие палки, которые, веточки, которые как бы засохли, но не лежат на земле. Это достаточно сложно. И при этом надо тоненькие, чтобы их можно было разжечь. Идем со мной. Я нашел. Так, это все свежее. Да вот оно, упавшее. Вот оно, ходит. Сначала, что там, упавшее? И вон там он еще упавший. Да, сначала, как труд, надо использовать, наверное, кору. Кора вся влажная. Думаешь? Конечно. А что ты сейчас не влажная, господи? Ну, кора влажная, ты не разложешься. Ладно, идем. Мы нашли, в общем, сухое. Добро. Идем, ближе к нам заходи. Что там? Сухое? Немножко влажное. Она немножко, она промерзшая насквозь. Ну, у нас на всякий случай. Вот есть труха. Ну, она тоже, видишь, влажная. Влажная, но разжечь это попробовать можно. Ну, лучших вариантов, ты думаешь, мы сможем здесь? Знаете, вот я вижу совсем сухое. Его можно в щепки разломать. Но я боюсь, я пока полезу туда, я упаду ее. Ну, я могу залезть и спилить его. Санька. Че? Давай посмотрим, вот она. Мне тут бомбит. Сухостой, мать. Но мне кажется, он будет промерзший. Давайте посмотрим. Вот смотри, вот эти вот можно попытаться разжечь. Но она... Ну да, влажненькая. Влажненькая. Но это не сухостой. Слушай, ну она была уже сухая. Она давно уже, видишь, она свалилась и засохла. Ну, на нее снег нападал, не влага. А вот то, что да, на нее снег. Вот этот вот, она хороша, на ней снег не держался. И, по идее, она мокрая только от дождей. Только от дождей, которые у нас в стране как бы есть. Ну, это че у нас такое за дерево? Это понятия не имею. Я не знаток в деревьях. Я тебе говорю, я не знаток в этом деле. Но это важно. Был бы этот дуб, как бы я бы сто процентов знал. Так, ну и че? Ты попытаешься туда забраться и сломать? Надо. Получится. Давай, я буду страховать тебя ловить снизу. Получится. Давай, ножом. Темно в лесу. Только не спит Санек, который сейчас полезет на дерево. Не знаю, как у него это. Можешь присесть, я тебе заберу. Присесть? Ну да, я просто чуть-чуть. Давай. На колено, то есть спиной сюда опирайся. Давай, Санек. Присажись прямо. Давай, Санек. На колено, ничего ниша. Давай. Ты на плечо. О, стой, погоди. Там телефона нет? Да ебать. Нет, нет. Закрыл? Вроде ничего нет. Давай, Санек. Тихо, ты вывел из рук у меня. На плечо, давай, на плечо. Холи пакин щит. Ну-ка, вот, полез, давай. Добываем сухое дерево. Итак, мы думаем, что оно сухое, потому что оно стоит столбом. И на нем не осаживался снег. Поэтому, как нам кажется, оно не промокло. Пилка нужно. Пилка? Она сейчас влажная. Да ладно, ты гонишь. Это единственная наша надежда на сухой труд. Что, прям вся влажная? Сердцевина может быть не влажной. Блин, вот топор бы нам... Пилку давай. Оль, дай пилку, вон она, у столба, ой, у этого, у ствола дерева. Я думаю, нам надо будет дальше, как ведро сделать. Как? Тренем. Оль, дай ему. Тренем попробовать. Тренем что попробовать? Тренем попробовать растопить влагу. Ну... Я видел, как это сделать. Тренем растопить влагу? Да. Братан, ты уверен? Ты уверен, что мы не замерзнем, пока тереть будем? В смысле, нам легче. Я даже не знаю, как. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Пока что трением пили ветку. Ну, давай попробуем ее сломать. Есть, есть. Давай. Падение. Падай. Все, Сань, теперь ты падай. Ну, как нам, сухо? Сердцевина сухая, ее можно натрут, разломать. Ну, влажная. Ну, часть сухая есть. Да? Ну, отлично. Готов? Готов. Ты только не на голову. Не на голову. А, не на голову мне, не на голову. Ну, залагала. Что ты залагала? Ой, больно. Какой ты тяжелый, падла. Нам и быстрее слазить. Он еще и оттолкнулся от моего плеча у блюда. Да ты иди нахер, ты как начал линзоводить. Лишь, а Игорь снимет. Нормально, отлично. Отличная работа. Три ключа. Как там на высоте? Отлично. Отлично. Так. Тут куда? Снимаешь, Курка? Ты снимаешь? Угу. Итак, мы нашли более-менее сухую древесину. Более-менее. Осталось только расщепить ее, чтобы было проще разжечь. Ну, лопатой. Ну, лопатой, наверное, да. Ну, ты все вот это, то, что облетает, сюда скидай. Да. Так. Нам бы что-нибудь такое вот. Давай еще, наверное, чтобы снега вообще не было. Так, ты подержи. Что ты хочешь, вот это дело. Я тут еще совсем от снега расчищу. Вот это тоже подержи. Чтобы, в общем, мы могли ложить, и она бы... Снега... Класс. Класс, к сожалению. Готово. Более-менее. Так. Ложим это сюда. Так, теперь нам надо вытащить... А? Кладем. Кладем. Ложим. Кладем. Ложим. Кладем. Я как хочу, так и говорю. Вырежем. Вырежем. Я вам вырежу. У нас есть лопата, типа пила. Ага. И... Что ты не будешь делать? Пила, конечно. А, ну, рубили. А, ну, жид, милит. Тогда будем рубить такими. Руби, руби. Я боюсь, по руке рубанить. Ну, не бойся. Если что, я тебя попереживаю. Так. Стоять, я вот. А? Я говорю, не на кого-то, а, ребята. Ага. Блин, вот ножик бы еще не повредил. А мы не взяли. Как я мог забыть про нож? Ладно, из подручных... Настрогать, чем настрогать надо будет. Выживание из подручных средств. Да, вот настрогать бы. Итак, в общем, мы на маленьких-маленьких прям трухи насобирали. Сострогали, можно сказать. Вот. Она более-менее сухая. И за счет того, что она тоненькая, она должна взяться. Вот. Также мы положили одну спичку. Все это положили внутрь. Попробуем подать? Да. Вот. Стой, погоди, Сань. Нет, нам надо подготовиться, чтобы еще что-то подкидывать. Поэтому сейчас зажигать, это только, как мне кажется, строгать спички. Погоди, давай еще надо. О, расщепил. Ребен, погоди, нет, надо тоньше, Сань. Я не знаю, как получится. Нет, тоньше. Вот даже видно, короче, смотри. Не знаю, на камеру будет видно или нет. Вот тут видно, где промерзлая. Видите, да, серая? Это промерзлая сторона. Вот эта уже сухая, вот ее можно использовать. Вот эта промерзлая, как понял, она будет хреново браться. Да? Первая попытка. Обычных спичек там нет? Нет. Первая попытка. Вон туда, да внутрь. Внутрь прям положат, она мне положит. Так. Нужна мелочь. Срочно. Она там горит, да? Да. Надо раздуть. Сейчас, мне кажется, мы слишком много навалили. Я же говорил. Не взялась. Вот взялась какая-то веточка. Здесь нужно больше этого говна. Так. Попытка номер один. Провал. Прогорела. Прогорела. Она сейчас схватилась. Я попробовал, она схватилась. Ну, пробуй тогда. Схватилась, но... Надо тогда все дело поднять сейчас. Да, да, да. Подними. Давай. Укладывай. Сейчас, погоди. Я сначала в руке попытаюсь разжечь его. Пробуй. Пробуй, пробуй. Пробуй. Все, укладывай. Все, 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 укладывай. Сейчас буду продолжать. Мы сейчас раздуем ее. А, видишь, она схватывает, прогорает и дальше останавливается. Ну, конечно, потому что она влажная. Так, давай-ка я ее сейчас положу. Да смысл-то? Никогда не разгорелось ничего. Так, ты давай это. Вот сверху здесь вот подпаливай, где мелкие. Да ты понимаешь, что им дальше... Вот здесь вот. Чему гореть? Ты подпаливай сначала, а там разберемся сейчас. Да я тебе столько. Я верю мне. Не, не без толка. Не, не, не. Видишь, уже горит. Давай-давай-давай. Видишь, пламя туда. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Давай тогда, накладывай на пламя. Иди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Стой, Стой, Ирона. Погоди, горит? Не вижу пламени. Ну, что там горит? Дым есть, это хорошо. Труха. Пока не понимаю, горит ли. Но присутствие дыма и радует. Так, тихо. Ни хера. Молчок, да? Угу. А там не потухло? Потухло, потухло. А теперь сюда поджигай, да? Предлагаю, имея зажигалку, предлагаю, знаешь, как сделать? Тихо. Так. Давай-давай-давай. Блин, просто мне кажется. Вот. Так. Там местами берется. Ты, наверное, потихоньку убирай жигу. Не-не-не, Ран, ты что, пускай прогорает. Хер бы с жигой, самое главное, огонь развести. Жига. Жига. Я помню, это в детстве так называли. Жига, есть жига. Э, пацан, есть жига. Так, кажется, пошла жара. Да, спички сложнее, конечно, чем зажигалка подобная. Но за неимением другого, в принципе, очень даже удобно. И это мы, заметьте, не пользовались даже ни бумагой, ни розжигом. Очень даже неплохо. Довольно-таки неплохо. Успешно. Так. Блин, тут деревяшка такая хорошая под зажигалкой лежит. Боюсь ее вытаскивать. Вытаскивать. О, о, давай, родная. Так. Где же тут еще что-то? Так, давай, 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 берись, берись, родная. Так. Жигалка не стрельнет там, ничего нет. Сейчас кремень в глаз как. Дай! Буду одноглазый, Джо. Он уже пощелкивает там. Так, это уже радует. Так, ну что, пламя уже более-менее держится. По-прежнему надо подерживать и подкидывать меленькие древесинки. Потихонечку. Потихонечку вроде бы взялось. Зажигалка типа зипо, конечно, не зипо, но... Ты вот это сразу накидывай сверху, чтобы она прорвела. А тут, видишь, палка она держит. Все это конструкция так... Ничего она там не держит. Я боюсь, что... Ничего там не держит. Да вот, видишь? Вытаскивай. Тихо ты. Так. Итак, палка... Ой, палка. Зажигалка типа зипо очень хорошо помогает в этом деле. Потому что она дает постоянное пламя. Не как спичка или обычная зажигалка. Обычно спичкой нам не удалось. Тут мы проиграли, конечно. Так, даже спичка, хочу заметить, была не простая, а типа охотничья. Но все херня. Но учитывая то, что мы не использовали в зиму ни труд, ой, ни бумагу, ни розжиг. В принципе, я думаю, нам это можно скостить. Плюс, учитывая, что... Погодите, надо, наверное, подождать, пока еще до конца разведется. Потому что это костром еще сложно назвать. Пока что это всего лишь зачатки. Пока что это все в теории. А? Пока что это все в теории. Да, да, да. Пока что все в теории. Так, ну что, вроде бы пока что все получается. Зажигалка, кажется, канула в лето. Она осталась там, но она дала нам толчок для розжига. И вроде бы пока что все горит. Немножко медленнее все это, чем летом происходит. Но все же... Все... Пламя держится довольно упорно. Ну да. Ну, учитывая, что у нас еще влажные ветки, все-таки они снаружи. Да, веточки влажные, поэтому им для того, чтобы разгореться, нужно сначала просохнуть. Но, в принципе, мы вот уже наложили, они... Ну, он уже щелкает там, сухие. Просыхает, да. И щелчки это хороший знак. Так, возьми. У меня сел прямо наружек. Сел ты прям. Держи. Так, тихо, тихо, тихо. Тут, в принципе, дуть даже не обязательно. Ветер сам все дует. Да, ветер немножко отдывает. Я, например, дул, и был не очень хорошо. Но я его задувал, наоборот. Хотя я пытался дуть с этой стороны, то есть, как раз воздух заходил внутрь. Но, поскольку воздух сырой, он только вредит. Твой, типа, воздух сырой? Ну, вот я дышу, а у меня, видишь, пар. Твой ротовой воздух сырой. Ну да, да, правильно. А ветер сухой. Грубо говоря, я водой на него дышу. Ольга, ну что ты скажешь нам по поводу всего происходящего? Санек, снимай нас. Отличный костер. Отличный костер. Видно, профессионал. Мужики раздобыли костер. Кадры, кадры, да. Да. Правда, опять же, все-таки, меня немного в душе ломает то, что не спичками, а именно зажигалкой. Ну, мы же нашли ее. Ну да, мы же налутали зажигалку, то что повезло. Но, причем, ни ножа, ни топора, какая-то саперная лопатка и пила, жалкая пила. Ну да. Ну, все, мужчина спас племя. Племя, волков. Один мужчина залез, другой мужчина поджег. Ну, пошла жара. Да, пошла жара. Пошла жара. Давай, покажи нам, что у нас. Итак, мы соорудили более-менее хороший костерок, благодаря такой постройке костра. Я думаю, она будет быстро просыхать. Пионерский. Да, пионерский. И надо еще плюс раздувать. Дуй. О! Так сказать, поддать кислороду огню. Дуй себе, дуй. Потому что пока что костер еще в таком своем детском виде. Глазки слепятся. Да, он еще растет, он еще совсем мал. Ему надо дать... Ну, хотя, в принципе, вот, смотрите, уже более-менее, да? Да. Греем, греем, зрители наш. Хорош. Я уже боюсь посмотреть, что там с моей зажигалкой стало. Главное, чтобы она не рванула там. Да, она не рванет. Чему ей там взорваться-то? Ну, дай бог. Да, было прикольно, да, если рванет? Она не должна рвануть, по идее. Ну, по идее, нет. Ну, если она поплавится, то да. Она в самом там внизу. Ольга пошла такая. Нет, сейчас просто разгорится, я палкой ее оттуда вытащу, чтобы ничего не было, да? Изберешь домой. Да, я просто... Откроешь зану. Если что, в лесу не умереть. Просто я пока что боюсь нарушить концепцию костра. Глаза прям, зараза. Глаза, глаза. Пошли, глаза. Я же могу погреть. Видите, Русик? Слышь, иди, снимай, как я буду вытаскивать зажигалку. Ты видна тебя? Нет, тебе надо отсюда снимать. Иди сюда. Давай я сниму. Попробуй, кидай. Глазачки, пидай. Надо ближе, Крупный план. Итак, сейчас мы будем нашу спасительную зажигалку вытаскивать оттуда. Это уху в глазах у меня выжгло. Так, тихо. Самое главное, чтобы при этом не развалился костер. Да не развалится костер. Да, конечно. Сейчас, погоди, в глаза дымок. В глаза. Тихо, тихо, тихо. О, вот что я говорил, видишь, он сыпется, падла. Зажигалку хочется спасти. А, глаза. Мои глаза, блин. Очков надо было с собой сделать. Так. Тихо, тихо, костер не падай. Блин, она крылоугольный камень. На ней все держится. Тихо, тихо. Вместо нее очень подлаживаю. Вместо нее подменыша. Подменыша. Тихо, тихо, тихо. Да, да, да. Чтобы костер не паниковал. Типа, где костер, где зажигалка? Итак, вот наша зажигалка. О, да, хреново ей. Летучая мышь на ней. Кстати, не оплавилась. Я думаю, летучая мышь оплавится. Ты ей перчатки аккуратнее. Ты вон плавишь перчатки. Где? Гонишь. Ладно, пускай пока остужается. И обратно вернется. Сейчас верну. Так, костер уже трещит по швам. Это хорошо. Вот сюда бы нам что-нибудь подложить надо, Сань. У нас кончились ветки. А то этот. Кончились. Надо сделать ветки. Я больше не полез. Да ты не лезь. Вот. Теперь-то у нас пламя такое, что оно будет быстрее осушать веточки. Поэтому можно ложить потолще. Класть. Ложить. Класть. Для меня ложить. Для вас класть. Ты не русская. Ты с твоей фамилией вообще бы... Ну я знаю, как по-русски говорить. Русич. Итак. Собственно говоря, у нас все получилось. Развели костер. Как вы видите, костер готов к тому, чтобы можно было подложить еще покрупнее дровишки. И они разгорятся. И все будет, в принципе, говорить. Огонь серьезный. На нем пока что нельзя приготовить кролика. На нем нельзя приготовить человека. Но зато он уже может отогреть человека. И, собственно говоря, вот мы достали зажигалку. Она уже не закрывается. Но свою миссию она выполнила. Спасла нас. Но не горит. В общем так. Ну, собственно говоря, вот мы разожгли огонь зимой. Без бумаги. Без розжига. Без ножа, топора. Имея только полутупую лопату. И немножко маленькую пилу. Собственно говоря, на этом, наверное, и все. Всем спасибо за внимание. Целуем вас на наши дорогие. Целуем вас на наши дорогие. Все. С вами был Александр. Александр, он же Лис. Арсений. Я, то бишь. И наш прекрасный оператор Ольга. Совместительство, вы моя любимая девушка. Ой, спасибо. Женщина выжилась. Да. Наша женщина. Моя женщина. Наша женщина. Моя женщина. Все. В общем, всем пока-пока. Конечно же, чтобы костерок-то не сжег наш любимый лес. Берегите природу. Мать твою. Вот. Мы, естественно, все это дело... Мы хорошие люди. Хорошие люди. Столько мучений, столько... Ну, если вы выживаете, кстати, я знаю, я рассказывал один человек. Ну, собственно, мой дядь, он служил, просто в особо там войсках, они его называть нельзя. Да, да, да. Есть таежный костер. Когда вы, допустим, делаете себе убежище, вы костер можете засыпать либо там песком, либо там, например, снегом навряд ли, но если вам нужен теплый пол в вашем убежище, вы можете засыпать снег хоть чем-нибудь, чтобы тепло отдалось, и как бы будут у вас теплые полы. То есть, можно многих... Камс, если ты здесь сейчас обжегся, это вот об этом-то и речь. Здесь нужен камень. Камень. Или сохранять тепло. Или камни. Но камнем ты засыпешь, но... Как бы... Костер, соответственно, потухнет. Может потухнуть. И как бы будет принцип бани самоделанной. Слушайте этого человека. Он плохого не встает. Он... Он выживал... Здравия тебе, Духа. Он выживал... Не знаю где. Дома. На Украине. На Украине. Сейчас скажешь, подумаешь, что ты воевал. Блин, ты... Да, да. Ладно, все пойдет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok